Новгородский венчальный костюм. Вот мы видим такую красивую рубаху с круговой оборкой. Очень характерные для Новгорода синие сарафаны из пестова. Они, как правило, по подолу украшались различными нашивками из ткани. Называлось это всё обложка. Женские одеяния прошлых веков слились с современной интерпретацией. В таких нарядах модели дефилировали по главной сцене Кремлёвской площади на фестивале «Сарафан». Кружево, вышивка и ткачество – примеры полностью ручной работы – увидели гости Вологодского города-ремёсел. В двухчасовой показ уместились несколько тысячелетий, как в древние времена, так и в переплетении с современностью. Девушки выходили друг за другом в нарядах с налётом прошлых эпох. Каждая модель выполнена вручную и уникально. Здесь новгородская, вологодская и архангельская традиции народных костюмов. Мы изучаем, рассматриваем этнографические образцы и по ним уже стараемся создать наиболее точную копию. Фестиваль был создан четыре года назад. В Вологду бесценное одеяние приехали во второй раз. Создатели уверены – народное стремительно входит в моду. И поддерживать такие ремёсла крайне необходимо, чтобы уникальные узоры несли свою красоту сквозь столетия. Наша задача – объединить прошлое, настоящее и будущее. И вот здесь как раз мы и думаем, что будет будущим. Современные дизайнеры или всё-таки народно-художественные промыслы? Или то и то? Либо начнут как-то люди договариваться и видеть красоту в костюме 18 века, либо в узорах, вот там, не платья крестецкой строчки, да, и как это можно заколлаборировать в современной моде. Примесло, мне кажется, это наше будущее. Это 2035, это Шанель, это Картье. Мы можем сами всё это делать. Приятно разбавили дефиле и подогрели настроение русскими напевами творческие выступления народного ансамбля «Сорока» из Великого Новгорода. Девушки-вокалистки исполнили композиции собственного сочинения, а также известные мотивы своей обработки. «Под окном высоким, под окном широким, вишня белоснежная сведёт. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, пары мравы в первый раз сведёт». Вологда с 14 по 16 июня стала площадкой масштабного международного фестиваля «Город ремёсел». Мастера и ремесленники из семи стран демонстрируют свои изделия в Кремлёвском саду. Также бесплатно можно посетить экспозицию конкурсных изделий в юго-западной башне Вологодского Кремля. В Вологжан ждут ярмарки и мастер-классы, концерты, а также зрелищный обжиг глиняной скульптуры, театральные кибитки с шутами и скоморохами.